Нехитрый способ привести город в надлежащий вид, видимо, было делом временным. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Дом 26 на Первомайском проспекте завешан баннером уже достаточно длительное время. Жилой дом когда-то был, сейчас ничего. Рушится уже сто лет. Я здесь уже 50 лет прожила. Ну как, по-вашему, сколько здесь уже он так стоит? 20 лет так стоит уже. Некогда это здание принадлежало купцу Михаилу Селиванову. Баннером как раз закрыт флигель дома. Селиванов был известной личностью в городе до революции. У него был свой бетономозаичный завод в Троицкой Слободе. Плиткой Селиванова украшены многие храмы и усадьбы Рязанской области. Мы его все прекрасно знаем, поскольку самый, наверное, его известный дом на Первомайке стоит буквально напротив. Это дом, где сейчас детский садик находится. Первомайка 19. Так вот, у Селиванова было несколько домов. Человек был не бедный, соответственно, и недвижимости в Рязани у него тоже было довольно много. Дом жилой Селиванова, желтенький, где детский сад, мы все как-то хорошо знаем его, к нему привыкли. А то, что напротив буквально стоят тоже его дома, которые в очень печальном состоянии сейчас находятся, вот как-то мало об этом известно. Так что это, можно сказать, один такой комплекс, принадлежавший Михаилу Михайловичу Селиванову. Еще один дом, закрытый баннером, находится на площади Соборная 8. Сюда красивый баннер повесили, чтобы печальный вид дома не обращал туристов и горожан. Фасад украсили картинкой новых окон и изящной калиткой. Известно, что он был построен в начале 20 века, то есть дореволюционная постройка. Само собой, здание было просто жилым домом. Ну, наверное, самое интересное в этом доме то, что он такой достаточно необычной формы. Если подойти к нему с торца, скажем так, то можно увидеть, что он такой треугольный. Мы его иногда называем дом-утюб, потому что действительно у него довольно необычная конфигурация. Но это обуславливается тем, что сам участок был такой формы, поэтому и владелец участка решил, видимо, застроить его, построить там дом именно такой же формы. Мы ждем ответы от администрации города, чтобы узнать, когда с домов снимут баннеры и начнут восстановительные работы. Будем следить за развитием событий. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». «Город» Продолжение следует...